Музыка Этот троллейбус 25-го гомельского маршрута от других принципиально ничем не отличается, кроме внешнего вида. По сути, это передвижная реклама гомельской пограничной группы, соответствующей атрибутикой, адресом сайта и надписью «Патриоты страны, профессионалы дела». Гомельский пограничный отряд был создан в соответствии с указом президента Беларуси от 31 июля 1997 года. 3 сентября подразделению вручили боевое знамя, а с 20 часов 31 декабря 1997 года гомельский пограничный отряд приступил к охране государственной границы Республики Беларусь с Украиной. Тогда это назывался гомельский пограничный отряд. Состоял он всего лишь из управления пограничного отряда. Была всего лишь одна резервная застава и создавали чуть позже группу катеров, которая находилась в Лоеве. Сегодня погранкомендатура Лоев подразделение особое. Все военнослужащие — пограничники, однако некоторые имеют армейские звания, некоторые — морские. Старшина первой статьи служит вместе с сержантом, а мичман — с прапорщиком. Хотя главное не это. Сегодня техническая оснащенность погранкомендатуры позволяет надежно контролировать ситуацию на границе. Причем, если раньше на вооружении пограничников были катера исключительно импортного производства, то сейчас значительная часть — белорусские плавсредства. Не раскрывая их технические характеристики, отметим, нарушителям противостоять таким кассирам практически невозможно. Военнослужащие Гомельской погрангруппы в ходе пограничного поиска выявили бесправников. Гомельские пограничники пресекли незаконную попытку вывоза из Республики Беларусь товарно-материальных ценностей. Нарушитель пытался попасть в Республику Беларусь по труднопроходимой местности. Это только некоторые горячие новости с сайта Гомельской пограничной группы. Комната специальной проверки документов отделения пограничного контроля «Новая Гута» — не то чтобы святая святых отделения пограничного контроля, однако вход сюда действительно ограничен. Именно здесь при необходимости можно выявить подлинность любого паспорта. Белорусские, российские или украинские документы пограничникам хорошо известны. Однако, когда границу пересекают жители Папуа-Новой Гвинеи или Сомали, дополнительная проверка не помешает. Вообще, незаконно пересечь государственную границу Республики Беларусь сегодня лучше даже не пытаться. Всех секретов пограничники не раскрывают, однако и увиденного достаточно, чтобы понять — граница действительно охраняется надежно. На всем протяжении рубежа охраны пограничные посты с натренированными и совершенно недружелюбными к нарушителям служебными собаками, основные и вспомогательные контрольно-следовые полосы и современные сигнализационные комплексы с системами видеонаблюдения. Даже находясь на заставе, можно увидеть буквально каждый сантиметр территории. Сегодня на участке Гомельской пограничной группы действует несколько пунктов пропуска. Требования к военнослужащим и гражданскому персоналу не отличаются нигде. Профессионализм и вежливость. Какое из этих качеств для пограничников более важное, сказать трудно. Эти люди в погонах — буквально лицо государства. Они первые, кого видят приезжающую в страну иностранцы. Как бы трудно ни приходилось, об ответственности нужно помнить всегда. Пропускная способность данного пункта пропуска расчетна 800 лиц и 200 транспортных средств. В летний период и в выходные дни данное количество увеличивается до 1500 лиц и 400 транспортных средств. На территории отделения пограничного контроля Камарин в эти дни по-настоящему жарко. Причем в самом прямом смысле слова. В географическом плане это самое южное отделение на территории Беларуси. Когда-то здесь начинали с нескольких обычных вагончиков. Сегодня территория оснащена современной заградительной системой «Паларт» и сигнализационным комплексом «Рельеф». Вскоре их дополнит еще и специальная система радиационного мониторинга. Отделение пограничного контроля «Гомель» в Гомельском аэропорту открыто еще в 1993 году. Пожалуй, это самое старое пограничное подразделение в регионе. Правда, тогда оно входило в состав столичной группы. В последние годы воздушные ворота для республики становятся все более значимыми. К примеру, еще в прошлом году в аэропорту приземлилось около 900 воздушных судов из других стран, перевесших почти 18 тысяч пассажиров. Статистика только 7 месяцев этого года. 530 самолетов и до 15 тысяч прилетевших в Беларусь или вылетевших из страны. В этом году взлетно-посадочная полоса «Гомельского аэропорта» получила категорию первого класса. А это значит, что теперь здесь будут принимать все типы воздушных судов. Что предъявляет к пограничникам особое требование. Они такие же общие, как и ко всем сотрудникам органов пограничной службы. Единственный нюанс, может быть, это наличие высшего образования в обязательном порядке и знание иностранных языков. Потому что категория людей, которые здесь летают, очень расширенная и большое количество иностранцев. И вновь отделение пограничного контроля «Новая ГУТА». Вместе с кинологом Андреем Волнянко за порядком на белорусско-украинской границе следит лабрадор Джесси. Это настоящая пограничная собака, которая служит на рубежах страны уже два с половиной года. По большому счету, к салу и колбасе Джесси совершенно равнодушна. Ее больше интересуют наркотики и взрывчатые вещества. Воинского звания у лабрадора нет, а вот денежное удовольствие для обеспечения качественным питанием положено. Живет она в доме у хозяина, причем там же останется, вероятнее всего, и после выхода на пенсию. Впрочем, считать всех пограничных собак такими уже добродушными, как Джесси, не стоит. Инспектор пограничной заставы Усокская Будда, ефрейтор Дмитрий Владимиров, во время приезда съемочной группы отрабатывает приемы задержания нарушителя. Несмотря на защитную одежду и достаточно близкое знакомство с собакой, приходится ему явно не сладко. При том, что это всего лишь учеба. Сильно, конечно, удар, падаешь, потому что не понимаешь, станешь или нет в этом костюме. И после собаки укус. Но чувствуется укус и чувствуется удар земли, когда падаешь. Сегодня пограничные собаки есть во всех, без исключения пограничных подразделениях. Заменить их пока не может ни одно созданное человеком техническое средство. Впрочем, и требования к служебным собакам тоже очень высоки. По большому счету, как и люди, они тоже должны быть настоящими профессионалами. Это работа по запаху следует более 8 часов с дистанцией около 5 километров и более. Это обыск местности на наличие сброса доказательств нарушителями, оставление на местности каких-либо других предметов. Это поиск человека на местности, потому что нарушитель может у нас находиться, прятаться уже и на кронах деревьев, и использовать другие ухищрения. Жизнь на заставе очень уж разнообразной, назвать нельзя. Но искучать здесь тоже некогда. Учебные занятия проходят практически каждый день. Причем тематика их самая разная. За полтора года солдат должен овладеть основами следопытства, узнать об особенностях действия разведгрупп и пройти курс психологических занятий. Застава ружьем! Застава ружьем! Учебная-то тревога или настоящая пограничник не знает никогда. На заставе Усовская Будда. В этот раз отрабатываются действия по команде «Застава к бою». По легенде, местный житель пытается проникнуть на территорию с целью кражи топлива. Пограничники уверены, такая попытка успехом не завершится никогда. Нарушителю предстоит убедиться в этом на собственном опыте. Застава в бою! Мы пограничные ныря! Стой стрелять! Правда, в реальности местные жители попыток несанкционированного проникновения на территорию пограничных застав никогда не предпринимают. Лет 20 тому назад, когда на белорусско-украинской границе только появились первые военнослужащие в зеленых фуражках, сельчане часто не могли понять необходимости их службы. Раньше пограничников здесь никогда не было. Теперь ситуация принципиально другая. Практически 30, а бывает даже по местам и 40% нарушителей пограничного законодательства мы задерживаем по информации местных жителей. А это очень дорогого стоит. То есть люди понимают, что они являются сами одним из субъектов национальной безопасности Республики Беларусь. Как это прописано в законодательных актах. И люди сами заинтересованы, чтобы на земле было спокойствие, был порядок. Отделение пограничного контроля на железнодорожной станции Терюха приступило к постоянному дежурству 31 декабря 1997 года. Начинали с одного вагона-домика. Сейчас здесь, хотя и небольшой, но городок. Пограничники дежурят на протяжении суток, а поэтому городок оснащен всем необходимым. Непосредственно на станции Терюха на протяжении суток проверяется до 8 пассажирских и грузовых поездов. И хотя чрезвычайные происшествия случаются нечасто, готовым нужно быть к любой ситуации. Для того, чтобы выявить нарушение какое-то, либо под день, либо чужой паспорт, нужны определенные навыки. Значит, у нас есть определенная нормативная база. Мы готовим контролеров, готовим качественно их. И поэтому контролер, который хорошо подготовлен, он выявляет без всяких вопросов любые нарушения. В отделении пограничного контроля Тереховка к работе с документами тоже особое отношение. Выявить поддельные паспорта не просто обязанность, дело профессиональной чести. Тем более, что в распоряжении пограничников еще и современные технические средства. ПАРМ – портативное автоматизированное рабочее место. Позволяет не только идентифицировать документы, но и оперативно выявлять лиц, которым запрещен выезд из Беларуси или въезд в страну. Хотя в любом случае личный опыт ничем не заменить. В основном поведение. Поведение выдает нарушителя. Задаешь какие-то вопросы ему наводящие, путается человек. Где-то даешь ему где-то расписаться в чем-то, подпись не может вспомнить. Какие-то наводящие вопросы. Ну и тоже как бы внутренние, а внутренние вопросы службы этого не могу уже рассказать полностью. Но в основном человек путается, нервничает, выдает себя. Кроме профессионализма, пожалуй, не менее важное качество работающего с людьми пограничника – корректность. Во время проверки все действия контролеров и пассажиров обязательно фиксируются видеорегистратором. На случай возникновения недоразумений. Правда, по вине пограничников такие ситуации практически не возникают. Честно говоря, вообще никаких ни претензий, ни проблем. Нас все устраивает. То есть и отношения, и общение. Так что вообще никаких ни жалоб, ни претензий. Мы всем довольны. Эти подразделения Гомельской пограничной группы можно назвать необычными. Для того, чтобы попасть на единственный в Беларуси временный пограничный пост, гражданскому лицу необходимо получить специальное разрешение и пройти через сигнализационный комплекс. До белорусско-украинской границы отсюда всего 700 метров. Впрочем, несмотря на относительную обособленность, выражение времен советской армии о необходимости преодоления тяжести и невзгод воинской службы здесь не совсем актуально. Тяжести, конечно, есть, но главное все-таки здоровье и жизнь солдата. Данное подразделение выступило на охрану государственной границы в 15-м году, в мае. Что здесь имелось? Здесь имелось три палатки, в которых военнослужащие проходили свою воинскую службу. Сейчас вы можете видеть, что данное подразделение обустроено вагончиками, в которых находится спальное расположение, дежурное расположение. Данное подразделение имеет комнату отдыха личного состава, в котором есть телевизор. То есть военнослужащие от свободного от работы времени могут отдохнуть, посмотреть телевизор. В отличие от всех других застав в Беларуси, пограничная застава Осаревичи базируется на переделанной брондвахте. Здесь и комната дежурного, и спальные помещения, и кухня, и комната для хранения оружия. При необходимости судно можно переместить в любую точку границы. Правда, речными пограничниками военнослужащих этой заставы пока не называют. Тем более, что и на реке они всего несколько недель. В данный момент ведется благоустройство территории военного городка, обустройство объектов и инфраструктуры пограничной заставы. Но, тем не менее, пограничная застава, личный состав пограничной заставы обеспечен всеми видами довольствия, которые необходимы для эффективной охраны государственной границы и выполнения задач по обеспечению пограничной безопасности. Мобильная группа автожиров подразделения уникальная. Всезнающая Википедия определяет такие машины, как винтокрылые летательные аппараты. Пограничники используют эту технику как для патрулирования территории, так и для задержания нарушителей. Во взаимодействии с наземными подразделениями результат всегда положительный. Автожир нам помогает его обнаружить, сориентировать наряд, и практически от него уже не уйти невозможно. Тем более, это на базе вертолета, если так за основу автожира. Поэтому он может откружить нарушителем границы и никуда ему уйти не даст. Руки показали! Стой! Руку в глазки! Вторую глазки! Машина! Машине! Стой! Машина! Несмотря на военную форму, они не боятся показаться в чем-то даже немного смешными. Хотя в данном случае к месту, наверное, другое определение – веселые. Оркестр Гомельской пограничной группы создан в 1999 году. Сегодня в его штате 17 человек, которые не только сопровождают служебные мероприятия, но и все чаще выступают перед населением. В конце концов, это тоже популяризация пограничной службы. Раз, два, три, четыре! На кителе ветерана пограничной службы Наума Каплана – медали «За отличия в охране государственной границы» и «За боевые заслуги». Общий стаж службы в подразделениях – 32 года, а с так называемыми «северными надбавками» – вообще 41. В 1947 году он начинал в Хасанском пограничном отряде. Самым тяжелым день был то, что количество личного состава было незначительное. Приходилось личному составу нести службу по 10-12 часов в сутки. Ну и отдых, собственно, сами понимаете, что такого не было комфортного. Передвижка приходила к нам, кинопередвижка приходила к нам один раз в квартал. Древнебелорусское государство постоянно подвергалось набегам и вторжениям в приграничные районы. И уже тогда защита Родины считалась делом чести и особой доблести. Возводились крепости, сторожевые заставы, земляные рвы, валы и лесные засеки. Укреплялись пограничные города Кривичи, Древлян и Дреговичей. От крепостей высылались наблюдатели, дозоры и разъезды. Для охраны рубежей страны и сегодня требуются специальные войска. И, как и прежде, носить погоны и форму пограничника – большая честь и ответственность. С момента образования по настоящее время абсолютно большинство военнослужащих и лиц гражданских персоналов Гомельской пограничной группы всегда отличали обладание наилучшими профессиональными, деловыми и общечеловеческими качествами, такими как трудолюбие, высокий профессионализм, целеустремленность, дисциплинированность, войсковое товарищество и взаимопомощь. В этот знаменательный день от всей души желаю вам крепкого здоровья, благополучия, большого человеческого счастья, дальнейших успехов в службе, на благо Родины и спокойствия наших границ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова